Мои любимые, дорогие подписчики! Всем огромный привет! Я безумно рада, что вы снова со мной, а я снова с вами! Как же я по вам соскучилась! Вы себе даже не представляете! Сегодня хочу пригласить вас прогуляться вместе со мной по гипермаркету ОБИ по отделу с растениями, товарами для сада. Постаралась заснять для вас все сценами, показать все самое интересное, то, что зацепило мое внимание. Отснять за один раз абсолютно все, что там представлено, просто нереально, потому что так много всего. Но если вам интересно что-то, что не попало в видео, или же хотите увидеть подробнее определенную категорию товаров, пишите в комментариях, и я постараюсь все учесть и в следующий раз показать подробнее. Мне хотелось приехать в ОБИ еще раз ближе к лету, потому что ассортимент должен еще пополниться. Сейчас очень много роз, других кустарников, луковичных, корневищ в пакетах и коробочках. А ближе к лету появятся саженцы в горшках с закрытой корневой системой, подрощенные и цветущие. Тогда можно будет убедиться в соответствии сорта, быть более уверенным, что оно хорошо приживется, хотя бы потому что уже укорененное. Хвойных тоже пока что не так много. В наличии сейчас самые популярные туи, можжевельники, кипарисовики. Интересно, будут ли продаваться розочки Остина в ОБИ. Раньше они появлялись в продаже ближе к июню, по-моему. Затем в последнее время исчезли из продажи. Как-то я приезжала сюда и их не нашла. Мне хотелось бы приобрести Дездемону или Личвелд Энджел. Вот сейчас я в поисках, ищу именно оригинальные розы. Знаю, что можно заказать в интернет-магазине, но мне хотелось бы посмотреть вживую, выбрать саженец самостоятельно. Если не найду, придется, конечно, заказывать. Если вы где-то видели в оффлайн-продаже Остинки в Москве или Подмосковье, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень признательна. Увидела здесь розочку Аваланж, слышала про нее много хороших отзывов. Уже было, взяла ее, но потом подумала, засомневалась, побоялась, что окажется пересорт, и решила все-таки не брать, вернула на место. Я часто сталкивалась с пересортом прежде, когда только начинала обустраивать сад. Все мои первые розы покупались по весне в коробках, и очень часто саженец не соответствовал тому сорту, который был указан на упаковке. Раньше я была рада любой розочке. Места для посадок тогда было еще предостаточно, поэтому я не расстраивалась. А сейчас все изменилось, посадок стало очень много, все не уместишь, поэтому хочется получить именно то, что хочется, то, что очень нравится, и максимально подходит под мой вкус и окружающие условия. Раньше, когда участок был пустой, по весне я скупала растения в огромных количествах, разные, особо не разбираясь, подходят они мне или не подходят. По принципу понравилось на картинке, ярко, красиво, значит беру. Сейчас же покупаю более осознанно, хотя этот вот мой внутренний садовый маньяк-шопоголик все еще живет во мне и каждую весну и начало лета дает о себе знать. Стараюсь его подавить как могу, но не всегда получается. Например, как сейчас, я приехала в обе просто вдохновиться, зарядиться, наполниться, ну, можно сказать, в целях психотерапии. Единственное, что мне нужно было приобрести, это ипин и корневин. Они у меня закончились, и нужно было немного пополнить запасы. Но этим дело все равно не ограничилось, как вы понимаете. Купила я лилии, но не смогла я устоять. Как увидела их, все, мозг отключился. Ну, такая нереальная красота! Они махровые, белые, огромные. У меня махровых лили нет, а хочется. И мест, куда сажать, тоже нет. Теперь буду думать, куда их примастить. В общем, все как всегда. Ну, да ладно, зато настроение подняла себе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я из разряда тех, кто любит походить, пройдить по магазинам. Меня это очень вдохновляет на новые идеи, расслабляет. Мне нравится рассматривать вживую, пощупать, понюхать, рассмотреть все нюансы, прикинуть, как это будет смотреться в моих условиях. Единственное, я не люблю, когда много народу, поэтому по возможности стараюсь выбирать для этого будние дни и утреннее время. Пишите под видео, как у вас, нравится ли вам самим ходить по магазинам, выбирать. Или может вам нравится выбирать и заказывать на маркетплейсах, в интернет-магазинах. На маркетплейсах заказывать очень удобно, экономится куча времени, можно почитать отзывы, выбрать все не спеша. Единственный минус это то, что по картинке или видео сложно оценить качество, невозможно заранее пощупать. А так, конечно, очень удобно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас в Подмосковье погода еще такая себе, не очень, как-то холодновато, дожди зарядили, больше похоже на осень. А в Обе сразу почувствовалась весна, эти яркие цветы, красочные упаковочки. Сразу появилось весеннее настроение, предыкушение того, что скоро начинается наш с вами садово-огородный сезон. Все будет свисти, по саду будут развеиваться эти пьянящие ароматы роз, лилии, флоксов. Я очень рада, что наконец-то смогла доехать до Обе, получила большое удовольствие, не ушла без покупок. Надеюсь, что и вам понравилось прогуляться со мной. Возможно, вы что-то присмотрели для себя, сориентировались по ценам. С покупками для сада, наверное, сделаю уже отдельное видео, потому что покупок много, и они из разных магазинов. Что-то заказывала на маркетплейсах, что-то приобретала в Леруа Мерлен, что-то в Фикс Прайсе прикупила, что-то в Ашане, в других обычных супермаркетах. Все покажу. Конечно же, покажу лилии, которые приобрела здесь, в Обе. Может, и вы для себя что-то приметите. Я вас крепко-крепко обнимаю, целую. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok